Книга открытым оком. Тема коммунисты. Том 23. Вопрос 3515. Коммунисты сильно ругают фильм Николая Достоля «Завещание Ленина» о трагической судьбе поэта и прозаика Шаламова Варлама Тихоновича. Стоит ли рекомендовать посмотреть каждому этот фильм? «Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. 12 серий смотрятся, как говорят, на одном дыхании. Подбор актера Владимира Капустина, называемого «Валтайской правде» за 23 июня 2007 года, страница 6 факторным, действительно впечатляет. Я смотрел со стороны, с позиции верующего человека, который и сам немного видел эту жизнь, лагерную и тюремную. Сел Шаламов за худость воспитания своего вольнодумного отца-священника. Папаша подгонял к революции сыновей своих и прихожан. Он был слеп не только физически, но и беспросветно, духовно был темным, хотя считался миссионером у алиутов и передовым в России. Оба сына его выросли неверующими на погибель себе. Варлаам влип с троцкистами по-дурному из Ряшна. Вся его лагерная эпопея была с табаком в зубах и с гордостью, от которой он так и не отстал. И об этом говорит ему жена Галя после его освобождения. Он чем-то напоминает очарованного странника Улискова. К Варлааму липнут как к писателю. Однажды ожидал я большего, прочитав его книги еще прежде. Но и этого вполне достаточно, чтобы поверить, что фашизм всего лишь младенец по сравнению с коммунизмом, палачом своего народа. Перед кончиной своей Шаламов, если верить сценаристам Арабову и Сироткину, впал в состояние героя Джека Лондона, когда тот, уже будучи спасенным, все еще плывет в недавней стадии умирающего от голода и прячет многослойно сухари под матрас на корабельной койке. Так и этот в больнице впадает в маразм. Как и у Солженицына, а и высоко ставившего лагерные записки Шаламова за их правдивость, есть и у Варлаама прекрасные отзывы о верующих, которые были единственными людьми, которые ни при каких условиях не теряли в себе христианина, не ломались. Советовать не могу, посмотрите этот фильм, но для верующего может быть и польза. Еще более будете ценить свое избрание и звание. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма вывел В.Ф. Марцинковский. Особо хотел сказать о стихотворчестве Шаламова. Говорю о сценарии, а не о его книгах. Рифмоплетство – опаснейшее занятие. Этот тип людей быстро спивается, как блок АА, не умевший нормально разговаривать. А все через навороты бреда, как у Набокова В. Вот Шаламов лежит почти мертвый на берегу реки, вот бредет по тайге, по улице, по рельсам, лежит на смертном адре, и всюду у него свое видение, которое никому не нужно, а только таким экзальтированным дамочкам, убивавшимся возле него, дымящего, как паровоз. Ни слова о милости Божией, о жертве Иисуса Христа, о Святой Библии, о вечности во Христе, о смысле его страдания, о смысле жизни. Очень похоже, что это все же одержимость, когда ни молитвы, ни покаяния, а только рифмы. Думаю, что это было у него от демона, который и дал, который и не дал Варламу раскаяться. Все его страдания были в суе. Рифмомания, графоманство надмивали, уводили от реальности. Народ крайне не образован был тогда, и еще более ныне. Но опросите сотню человек без выбора на улице. Кто такой Гарри Поттер и Шаламов ВТ? Исчет, в чью пользу будет. Варлам не мог сказать так. Псалом 118,67. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. 1 Петра 4,1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Псалом 118,71. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. 1 Фессалоникийцам 2,2. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Не между делом пишутся стихи, я не поэт, не стихотворец знатный, быть рупором ослепших и глухих, и не отречься юзом напопятных. Без чуткости и нежности внутри, без страха Божия и боли запобитых, когда внутри Везувий свой горит, со дня ущелья различаешь крики. Чтоб до всего мне было, чтоб помочь вступиться за оболганную совесть и в рифму тайное свое открыть не прочь, с ущербом для себя вступиться стоит. Такое в прозе выразишь не в раз, как будто и не к месту восклицания, а так сглотнут из области проказ и спишут на небитые мусала. Так важно выверить начальную строку, она есть знаменосец всем куплетам. На словотворчество расщедрись, будь не скуп, слова душистей, атоманьи плети. Кто слышал щелканье пастушеских бичей, острастку нагоняющую овцам, гуртующим от волчьих стай кучней и мнею баранов не внимая вовсе. Успешны ли трескучие словечки, в них на растопку прочих что осталось? Кого глаголы лжгучие излечат, а может от овец ждут только мясо, сало? Стих каждый, вызов есть по существу, крошащий идолов семейных и повсюдных. Страна моя овца, мой карандаш пастух, в жезл превратившийся для глиняных сосудов. Что разузнал я из библейских книг, все налагаю на живущих где-то. Запечатлеть стараюсь этот миг евангельским сюжетом павшее пометить. 15 августа 2007 год Игнатий Лапкин «Ак